Открытый диалог с Александром Непомнящим Очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте, Сергей и наши дорогие радио и теле и видеослушатели, зрители и остальные. Итак, сдается мне, что согласно нового курса ЗИЦ председателей, Израиль остается один на один с Ираном. А вот понимает ли это израильский эстеблишмент? Это очень хороший вопрос, Сергей. И действительно, продолжение этого вопроса. И в русле той темы, которую на этой неделе подняла израильская публицист и военный аналитик Каролина Глик, мне бы хотелось развить эту тему и поговорить в первой половине нашей встречи именно об этом, о постамериканской стратегической проблеме Израиля. Поскольку действительно, израильскому эстеблишменту, отвечающему за безопасность страны, я бы сказал, пришла пора очнуться от своих американских иллюзий и понять, что Америка, увы, больше, по крайней мере, сейчас не поддерживает Израиль. Недавние сообщения о дискуссиях, которые Израиль и США ведут сейчас по поводу иранской ядерной программы, иначе как землетрясением, Сергей, просто не назовешь. Во вторник израильское издание «Исраиль Айом» разместило на своей первой полосе крупный заголовок «Иран сближается с умеренными государствами, и Израиль беспокоен». Но суть истории, подготовленной военным корреспондентом издания «Айовом Лимором», говорит о двух крайне тревожных аспектах в американо-израильских отношениях, в американо-израильской координации по иранской ядерной программе. Во-первых, оказалось, что американцы больше не сотрудничают с Израилем в попытках предотвратить превращение Ирана в ядерную державу. Скорее наоборот, американцы работают против Израиля. Тут надо понимать, что и американцы, и израильтяне, в общем, сходятся в том, что Иран практически достиг положения, то, что называется, порогового ядерного государства. То есть страны, способные обзавестись ядерным оружием в тот момент, когда эта страна того пожелает. Однако, будучи согласными со статусом стремления Ирана к военному ядерному потенциалу, Израиль и США полностью расходятся во мнениях относительно того, каким должен быть ответ на нынешнее положение дел в ядерной этой ситуации с Ираном. Позиция Израиля заключается в том, что США должны предпринять дипломатические экономические меры и, как минимум, пригрозить военными действиями, если Иран откажется восстановить ограничения на свою ядерную деятельность, изложенные в так называемом совместном с объявляющим плане действиям. Это прислогутая СВПД, которая была подписана в 2015 году. Именно она, эта ядерная сделка, кстати, мы об этом говорили уже не раз, на самом деле, позволила Ирану обогатить ограниченное количество урана до почти 4, ну, 3,5, если бы чуть выше процентов. А в настоящее время Иран обогащает огромное количество урана до 60%, до 60-процентного уровня. И, другими словами, в общем-то, лишним много уступает оружейному качеству, тому уровню обогащения, который необходим для создания бомб. Но президент США Байден и его советники даже не желают рассматривать возможность введения дополнительных экономических санкций против Ирана. И, более того, администрация закрывает глаза на экспорт Ирана огромных объёмов нефти и газа в Китае и в другие государства, что, в общем, явно нарушает всё ещё существующие санкции. При этом военные действия, как заявляют американцы, своим израильским коллегам не исключаются. Американцы говорят, что может статься, они даже будут готовы рассмотреть возможность принятия дипломатических мер в той или иной форме, но взамен они требуют от Израиля уступок палестинским арабам. То есть теперь ситуация уже не то, что мы, ребята, не беспокойтесь, мы вас защитим. Если вы хотите, чтобы мы что-то сделали такое, что немножко уменьшит вашу тревогу по поводу иранской ядерной проблемы, вы должны пойти на уступки террористам из Рамала. Ну и с Хамасом, и с ГАЗом тоже. В общем, из статьи Лемора, о которой всё это и рассказывается, следует только одно. США дали ясно понять Израиле, что они не станут предпринимать эффективных шагов, которые могли бы помешать Ирану стать ядерными державами. Но это только одна часть. Вторая — потрясающая информация. Потрясающая или вопиющая, или ужасающая, как тут лучше сказать. Следующая из статьи Лемора состоит, в том, что у правительства Лапидо Беннета по сути дела нет никакой стратегии в отношении этой новой позиции США. Поэтому вместо того, чтобы признать реальность и начать противодействовать Ирану, не опираясь на США, правительство Израиля, наоборот, ещё как бы крепче прижимается к Вашингтону. «Израильские усилия по достижению максимального сотрудничества с США продолжаются», — пишет Лемор. И, среди прочего, из-за того, что у Израиля, по сути дела, осталось очень мало иных вариантов. Ну, это язык мягкий, а мы скажем просто, не осталось. Чтобы поддержать координацию с администрацией, которая не разделяет больше целей Израиля, правительство Лапидо Беннета меняет израильские цели. Это ведь так просто. Если ты не можешь достичь те цели, которые тебя интересуют, ты рисуешь себе другие цели. Это очень просто, и это хорошо работает, потому что всегда можно отчитаться о том, что ты достиг этих целей. Проблема в том, что эти цели тебе не нужны. Так вот, правительство Лапидо и Беннета меняет израильские цели. Теперь оно поддерживает усилия администрации Байдена по возвращению США к ядерной сделке. В 2018 году президент Дональд Трамп вышел из этой сделки, поскольку Иран ввел сами переговоры о этой сделке недобросовестной. И, кроме того, еще и систематически нарушал ограничения, наложенные на него вот этой самой сделкой в отношении ядерных своих действий. И во время своего премьерства Бенемин Натаньял выступал против всех, буквально всех параграфов этой сделки, поскольку, как он убедительно показывал, оно облегчает продвижение Ирана к ядерному оружию, и, хуже того, оно обеспечивает его легитимностью. То есть проблема не только в том, что эта сделка не мешала Ирану продвигаться к ядерному оружию, она как бы придавала этому продвижению легитимность. То есть если до сделки Иран двигался к ядерному оружию как бы незаконно в нарушении договора о невеспространении ядерного оружия, который он подписал, то теперь эта сделка, в общем-то, делала с законами с точки зрения международного общественного взгляда, с точки зрения ООН, все действия, которые совершал и совершает сегодня Иран. И поэтому Натаньял выступал против этой сделки, мы помним, и, по сути дела, всю свою внешнюю политику построил, из чего в итоге получились эти четыре соглашения Авраама с арабскими странами, построил именно на неприятии этой самой сделки. А теперь правительство Лапидо Беннета, оправдывая свой радикальный разрыв с позиции прошлого правительства, утверждает, что, мол, возвращение Ирана к ограничениям с ядерной сделки на свою деятельность военную и ядерную, замедлит его продвижение к бомбе и обеспечит Израилю время, которое тот сможет использовать для проведения дипломатической кампании и ускорения военных приготовлений с целью удержать Иран от ядерной бомбы в будущем. Это настолько выкрученная фраза и настолько противоречащая здравому способу, что я сейчас ещё раз на ней остановлюсь и ещё раз её вам попробую объяснить. Иными словами, получается, что чтобы выиграть время в своих попытках помешать Ирану получить ядерное оружие, это позиция нового правительства израильского, Израиль узаконивает или принимает ядерную сделку, которая, в свою очередь, даёт легитимацию и гарантирует успех усилием Ирана по созданию ядерного арсенала. Правительство Лапидо и Беннетта утверждает, что после узаконивания ядерной программы Ирана через поддержку вот этого самого договора, который Натаниал отвергал, а Лапидо и Беннетт теперь говорят, что он правил. Так вот, после того, как Израиль примет эту как бы сделку, у Израиля появится время для проведения дипломатической кампании по делегитимации ядерной программы Ирана и развитию военного потенциала для нападения на ядерные объекты Ирана, которые будут узаконены этой самой сделкой. То есть здесь, я не знаю, я оттого, что три раза вам повторил это, может быть, я вас ещё больше запутал, но суть в том, что мы просим предоставить, мы как бы соглашаемся, мы признаём ядерную программу Ирана, чтобы выиграть время, чтобы потом заняться её делегитимацией. Но это как бы на кого рассчитана подобная псевдологика, я не знаю. Но это то, что говорит сегодня израильское правительство. И эта вопиющая оперативная и стратегическая непоследовательность Израиля, она ведь проистекает, ведь понятно откуда, из неспособности правительства смириться с фактом предательства США или как бы неспособности осознать этот факт. Отказавшись от прежней оппозиции США, отказавшись от прежнего неприятия оппозиции США по поводу ядерной программы Ирана, администрация Байдена не просто разбила надежды Израиля на координацию своих усилий с Вашингтоном. Всё гораздо сложнее, всё гораздо хуже и трагичнее. Администрация Байдена уничтожила или фактически как бы сняла основополагающую идею, лежавшую в основе 50-летнего партнёрства Израиля с Америкой в сфере безопасности. И эта идея заключалась в том, что партнёрство Америки с Израилем в сфере безопасности является важнейшей гарантией национальной безопасности Израиля. То есть на протяжении последних 50 лет Израиль, по сути дела, рассматривал Америку как главного гаранта своей безопасности. Теперь позиция Байдена фактически это положение, эту идею сметается с того. Представление о том, что именно США, а не сила и готовность Израиля использовать свою мощь, являются наиболее важным стратегическим активом Израиля, сложилось после войны на истощение в 68-70-х годах прошлого столетия. И она стала основой израильского стратегического планирования после войны Судного дня 73-го года. В течение этого периода в обмен на американское оружие Израиль согласился выполнять требования США, состоявшие в том, чтобы Израиль шёл на уступки, отступал и не побеждал своих врагов. Понимаете, эта концепция сформировалась 50 лет назад. И, по сути дела, сводилась к тому, что Израиль будет получать очень хорошее американское оружие, и, по сути дела, оружие станет выражением того, что Америка гарантирует безопасность Израиля. Но взамен Израиль отказывается или как бы поджимает свою независимость в вопросах отстаивания своих интересов. Так, например, в ответ на давление США Израиль не уничтожил Третью египетскую армию, когда силы армии обороны Израиля окружили ее в конце войны Судного дня. А затем США спасли Организацию освобождения Палестины и Ессиро Арафата в Беруте в 82-м году. А потом они снова спасли Арафата и ОП в Ромале в 2002-м году, когда израильские войска вошли туда, чтобы наказать этого негодяя и оставили вживую. Просто он сидел в изоляции и так и умер там внутри мукаты внутри своего штаба. А потом в 2006-м году Вашингтон спас Хизбалу, потому что заставил Израиль отказаться от продолжения войны, когда война для Израиля стала победоносной. Вторая Алибанская. И, наконец, американцы несколько раз спасали Хамас в военных кампаниях, начиная с 2008-го года. Каждый раз не давали Израилю довести ситуацию до конца, уничтожить эту гидру окончательно. Более того, США торпедировали антииранское сотрудничество Израиля с Грузией в 2007-2008 годах. А в последующие годы это подорвало стратегическое сотрудничество Израиля с Азербайджаном тоже против Ирана. И в каждом таком эпизоде службы безопасности Израиля соглашались отступить от интересов Израиля по окрику из Вашингтона, поскольку генералы израильские стали ценить американское оружие больше решающей победы над врагом. Мол, нам важнее иметь вот эту поддержку Америки и лучшее в мире оружие, чем окончательно разгромить врага. Теперь в контексте Ирана и его ядерной программы именно этот подход и стал причиной того, что Израилю не хватает военного потенциала, необходимого для значительного снижения ядерной силы Ирана. Вопреки непровержимым доказательствам того, что ядерная программа Ирана напрямую угрожает Израилю и несмотря на то, что США не намереваются предпринимать военные действия для удержания Ирана от ядерной бомбы, генералы Израиля упорно настаивают на том, что ядерная программа Ирана является международной проблемой, а не проблема Израиля. И они последовательно утверждают, что Израиль должен позволить США возглавить международные усилия в удержании Ирана от создания бомбы. То есть будем надеяться на администрацию США и всё будет хорошо, говорят израильские военные эстеблишки. Не только военные, службы безопасности в целом. Эта позиция на самом деле наиболее яркой и драгически проявилась ещё в 2010 году, 11 лет назад, когда Мейер Даган на тот момент глава Массада и Габи Ашкенази, в тот момент занимавший пост начальника генерального штаба армии обороны Израиля, просто отказались выполнять приказ премьер-министра Бенемина Натаньяу и министра обороны Эхуда Барака, которые приказали им подготовить армию и Массад к атаке ядерных объектов Ирана. Мало того, что они отказались выполнять приказы, в интервью незадолго до своей смерти Даган ещё и рассказал, что он об этом как бы наябедничал, слил, сообщил своему американскому коллеге, директору ЦРУ Леону Панетти. На протяжении всех лет пребывания Барака Обамы в Белом доме службы безопасности Израиля отказывались признать очевидные последствия его ядерной дипломатии. То, о чём кто убил Натаниалу на каждом форуме, то, что он так очевид, с такой очевидностью, с такой муторством объяснял, не хотели признавать в израильском военном эстебельшменте. И как бы это было шире, чем проблема ядерного Ирана. Вообще вся политика Обамы предательская по отношению к Израилю, они просто не хотели это признавать. И вместо того, чтобы признать это, Даган, а затем его преемник, глава Массада Томи Пардо, как и Ашкенази, его преемник Бенни Ганс, настаивали на том, что, мол, Израиль должен следовать линии Обамы. И хуже того, генералы выступали против дипломатических усилий Натаньял против ядерной сделки. То есть тогда, когда Натаньял объезжал весь мир и говорил, что ядерная сделка это кошмар и ужас, ему говорили, а вот твои генералы, твои высшие военные руководства, все твои службы безопасности говорят, что это не так, что нужно принять позицию Обамы. Сегодня силовики, уже не стесняясь на перебой, обвиняют Натаньял в том, что Иран прорвался к ядренному финишу. Генералы говорят, что, мол, Натаньял был неправ, убедив Трамп отказаться от ядерной сделки. Безусловно, одно, что Иран сейчас обогащает уран до более высокого уровня, чем прежде, когда он соглашался на ядерную сделку в 2015 году. Но, судя по тому, что говорят те, кто были влечены в процесс переговоров, в 2015 году, 6 лет назад, урана просто не было возможности обогащать уран до 60% что сделку из Америки вышли из сделки. Потому что у него не было такой возможности, потому что нарушая эту сделку, он подвел, улучшил, усовершенствовал свои позиции. По ходу вот этой самой сделки, по ходу того, как она была подписана Иран, как ее якобы соблюдал, Иран разработал и усовершенствованные центрифуги для обогащения урана дооружейного или почти оружейного уровня. И понятно, что трудно поверить, что этого не стали бы вести себя так, как ведут сейчас, если бы США не вышли из сделки. То есть, если бы Трамп не вышел из сделки, то вот Айятолу бы, конечно, были бы паиньками, а так вот они обиделись на него и теперь нарушают эти соглашения. Звучит как-то не очень убедительно. Более того, США, отказавшимися от сделки, шансы заблокировать Ирану путь к бомбе стали намного выше, чем были до того, потому что пока у США были связаны руки сделки, по сути дела, Иран просто нарушал эту сделку и ничего было сделать нельзя. Правда заключается в том, что Натаньяу не был бы столь зависим от Трампа, от перспективы Израиля заблокировать ядерные достижения Ирана не были бы сегодня столь туманны, если бы не отказы стеблишментов израильского военного в службах безопасности разработать независимые от Вашингтона стратегические варианты блокирования иранского режима на пути к ядерному арсеналу. Понимаете, если бы в 2010 году истеблишмент военный израильский послушал бы Натаньяу и Барак обстать, то есть это не вопрос правых или лев, это вопрос осознания, понимания ситуации, и подготовился к тому, что Израиль мог бы сам нанести удар по ядерным объектам Ирана, то сегодня Израиль бы не был бы связан по рукам и ногам и не зависел бы от того, что захочет делать Байк. Вот в чём проблема. Израиль не был бы там, где он сегодня, если бы Даган и Ашкенази следовали бы приказам Натаньяу и Бараку в 2010 году. В прошлом году лидеры израильских служб безопасности просто вскипели от возмущения, когда Трамп объявил о том, что США продадут боевые самолёты F-35 Эмиратам. Министр обороны Берни Ганси и все его коллеги утверждали, что, мол, эта продажа подорвёт качественное военное превосходство Израиля над его соседями. Натаньяу, со своей стороны, возражал, заметив, что Эмираты не угрожают Израилу, а стратегическое преимущество, которое Израиль получает от мира с арабским и государством Берсидского залива, намного перевешивает опасности, исходящие от продажи нескольких F-35 Эмиратов. После этого спора базирующийся в Вашингтоне эксперт по Ближнему Востоку и бывший высокопоставленный чиновник администрации Буша и Трампа доктор Дэвид Горбсер опубликовал анализ с затратой выгод военной поддержки США и Израилю. То есть, насколько Израилю действительно помощь военная США выгодна и во что она ему обходится. И статья Ворбсера о заглавленной размышлении о гарантиях США в отношении качественного военного преимущества Израиля вызвала в прошлом году такую, в общем, достаточно закрытую дискуссию в Комитете по иностранным делам и обороне КНЕСТа, которая лишь недавно стала состоянием гласности. Так вот, Ворбсер утверждал, что цена, которую Израиль заплатил за поставки оружия США была непомерно высокой. Не в долларах, конечно, дело не в деньгах. Он писал, что Израиль обменял свою стратегическую свободу манёвра и инициативы на качественное военное преимущество в вооружении. И зависимость Израиля от американского оружия создала такой, своего рода, порочный круг. С каждым годом Израиль всё сильнее зависел от передовых американских вооружений. Всё больше полагался на помощь США, что, в свою очередь, требовало от Израиля всё более полного подчинения своей стратегической инициативе, своей стратегической инициативе, как бы манёвры и планирования американской региональной политики. И эта тенденция, в свою очередь, как объяснил Уормсер, ставя под сомнение независимую волю Израиля, ослабляет и компрометирует сдерживание. То есть враги смотрят и говорят, вы независимое государство, вы полностью зависите от США. И это ведёт ещё большим угрозам, требующим ещё большего количества оружия. И, как заметил Уормсер, эта политика неизменно влечёт за собой дальнейшую сдержанность со стороны Израиля и согласие Израиля с попытками Америки приуменьшить свою близость к Израилю в стремлении приблизить себе ключевые арабские страны. И в конечном счёте в попытке примирить обе стороны как бы продолжать мирные процессы, так называемые мирные процессы, конечно, которые требуют в качестве уравновешивающего акта уступок от Израиля. Стратегическая зависимость Израиля от США всегда гарантирует, что израильские службы безопасности поддержат такую сдержанность и уступчивость. И поэтому мы это видим, когда Америка говорит, «Израиль должен уступить». И это эти уступки несовместимы с дальнейшим существованием государства Израиля. И Натаньял об этом говорит. То весь военный эстебричный говорит, «Нет, нет, надо поступить, как говорит Америка, то, что происходит сегодня». Только сегодня нет Натаньял, который мог уравновесить этот шум и эту иллюзию. Потому что всё правительство вместе с военным эстебричментом полностью теперь выровняло линию с Байденом, с его администрацией. Если продажа R-35 Эмиратам заставила израильский эстебричмент в сфере безопасности обеспокоиться будущим и качественным превосходством Израиля, то предательство Израиля в отношении Рады администрации Байдена вообще полностью разрушает базовую концептуальную основу, которая лежит в основе стратегического мышления этого самого эстебричмента. Военное отношение Израиля с США сейчас явно непредпочтительнее стратегической независимости и свободы. На самом деле трудно сказать, что произойдет с этой ядерной сделкой с СВПД. И возможно Иран согласится соблюдать его в обмен на снятие санкций, может и нет, возможно он замедлит процесс обогащения Урана, может и не станет. Но так или иначе идея о том, что сделка, открывающая Ирану путь к ядерному оружию, является надлежащим средством сдерживания ядерного продвижения Ирана, она абсурдна по определению. Это то, что сегодня наше правительство нам пытается продать. И также далеко не ясно, какое влияние дипломатическое давление США, если оно когда-либо и будет применено, окажет на Иран. В условиях катастрофического поражения в Афганистане и тающей буквально защиты Тайваня от нарастающих китайских угроз, фактор сдерживания Америки приобретает гораздо меньший вес, чем когда-либо. Но одно совершенно ясно израильскому истебрешменту, отвечающему за безопасность страны, пора очнуться от своих американских иллюзий. Америка больше не поддерживает Израиль. И как это не страшно, но нужно это признать. А значит, Израиль может положиться только на самого себя. Исходя из этого и должен действовать соответственно. Но, к сожалению, у вас... Кто будет действовать? Те люди, которые говорят нам о том, что они хотят сейчас согласиться с американской линией, чтобы выиграть время, чтобы потом против него бороться. Александр, огромное спасибо. Уважаемые дамы и господа, если у вас есть вопросы, давайте мы послушаем рекламные объявления и сразу после рекламы вы можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200 и задать ваши вопросы сразу после рекламы. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу «Открытый диалог». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200 и давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сережа, здравствуйте, Александр. Скажите, Александр, почему вот уже сколько месяцев прошло, вы рассматриваете правительство Беннета как независимо от наших демократов субстанцию, потому что уже все понятно, что и Беннет, и Лапиди, и другие все эти сары у вас старники наших демократов и они на то и были как бы скажем так избраны у вас в правительстве, чтобы не мешать продолжению ядерной программы Ирана, что делал в течение многих-многих лет ваш Натаньяков. Как бы почему вы до сих пор считаете их как-то независимым, так как я, мне кажется, что они не являются независимыми от демократов. Спасибо. Мне кажется, что как раз в каждой своей передаче, буквально, без исключения, я объясняю этот факт и подчеркиваю то, что эти люди проводят политику не в интересном государстве Израиль, а в политику, которая согласуется с позицией администрации Байдена. Мне кажется, что уж кому-кому, а мне это не стоит высказывать. Спасибо. Давайте попробуем принять следующий зал. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Пару дней назад я на Ютубе на одной из израильских, кстати, русских, раньше никогда не слыхал, была очень интересная передача о том, что 30 сентября в Газе состоялась конференция и где был издан документ официальный, что будет с государством Израиля, когда оно будет уничтожено. причем, так сказать, без всякого стеснения написали, все, кто в военной форме, должны быть убиты. Некоторым лицам можно будет покинуть страну, некоторых нужно посадить в тюрьму, а лояльных нужно оставить на время, также оставить на время инженеров, и это, чтобы они их научили работать. Но сам факт о таком документе, это ничем не отличается от документов Гебельса и других фашистских этого. Почему Израиль не трубит на все трубы? Почему никто в вашей СМИ практически никто об этом не говорит? Это же всех в военной форме убить. Ну, понимаете, вот и все. И почему об этом не... Второй вопрос у меня такой. Это правда, что один из специалистов Ликуда поставит в КНЕС на голосование о том, что человек, который не окончил среднюю школу, которого является ваш дебил, полнейший позор Израиля, лапит, что не может стать премьер-министром. Если это правда, если это сбудется, это было бы приказно. Но я боюсь, что такого не случится. Спасибо, Александр, я вас послушаю по радиуму. Спасибо большое за ваши вопросы. По поводу первого вопроса, документ. действительно, такая конференция с Хамасом была проведена. И, безусловно, это могло бы стать отличным инструментом израильской пропаганды, если бы мы имели другое правительство. Но, к сожалению, как мы уже говорили, в Израиле самое антисианистское правительство в истории страны, фактически с братьями-мусульманами, то есть родными братьями Хамаса внутри правительства. В Америке самое антиизраильское правительство в истории наших отношений. Поэтому некому поднимать этот вопрос. Пресса занята, израильская пресса занята выискиванием, всё ещё переводом всех проблем и всех стрелок на Натаниялу и отбеливанием нынешнего правительства. Им просто не до того. Что касается самого документа, вы понимаете, с одной стороны, безусловно, конечно же, этот документ откровенно нацистский. Потому что, а кто, по-вашему, Хамас? Хамасы, они и есть. И что они сделают с Израилем, если бы им удалось захватить его, уничтожить его? Ну, мы видим в Южной Африке, в общем-то, так сказать, пока был Мандела, Мандела был тот ещё, конечно, негодяй. Но у него были какие-то представления о международном дипломатии, вообще, о понимании прав человека и что-то такое там было. Когда он умер, то пришли к власти откровенные хамасовцы, которые сейчас потихонечку эту страну уничтожают вместе с её белым населением. Но здесь всё это могло бы быть или может быть гораздо быстрее. Другое дело, что надо помнить, что Хамас эту конференцию проводит после разгрома своего, который ему нанесла израильская армия. То есть, в некотором смысле, безусловно, это показывает, насколько они действительно негодяи и отвратительные. И абсолютно беспринципные подонки. С другой стороны, надо понимать, что они это делают для своего общества, потому что реальных побед над Израилем у них нету. Они только что были размазаны просто, просто размазаны буквально по асфальту и под асфальт загнаны. Так они теперь вот хорохолятся и такие документы, такие конференции проводят. Да, Израиль мог бы пользоваться этим, но, к сожалению. Теперь, что касается Кэти Шетрит. Кэти Шетрит, депутат от Ликуда, действительно сказала, что она поставит, вынесет такой законопроект о том, что это как бы в ответ на то, что коалиция сейчас, ведь чем занята нынешняя коалиция израильская, прошу прощения, Сергей, это важный момент очень, поэтому я расскажу. Сегодняшняя коалиция пытается провести в Израиле закон о том, что человек, против которого выдвинуто обвинение, не заключение, а именно выдвинуто обвинение, не может сформировать правительство. И все понимают, что этот закон сейчас против Натаньяла, но, по большому счёту, он превращает любого будущего премьер-министра в заложника прокуратуры. Захожит прокуратура кого-нибудь уничтожить политиками, выдвинут против него обвинение, он переходил дорогу в неположенном месте, он там девочку изнасиловал. Какую девочку, что изнасиловал, 10 лет будет разбираться, но пока будет разбираться, сформировать правительство он не сможет. И вот так вот с Натаньялом. Так вот, и коалиция, несмотря на вопиющую просто вопиющую ситуацию, то есть антидемократичность, северокорейскость этого закона, они его хотят в закон провести. Ликут, чтобы как бы потроллить, показать несостоятельность такого закона, говорит, а мы предложим другой закон, что человек, у которого нет законченного школьного образования, не может быть премьер-министром. И все понимают, что это закон персональный против Лапида. Неуча, который и в армии толком не служил, он писал в журнальчике, статейки. И даже школу не закончил. Сергей, я прошу прощения, что задержал. Ничего, есть звонок у нас. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Алло. Говори. Александр, вот вы рассказываете, вот у меня уже четко создалось впечатление, что Израиль это чисто банановая республика. Потому что, когда премьер-министр избранной народа не в состоянии уволить там начальника службы безопасности, там председателя генштаба, которые не выполняют его распоряжения, вы считаете, что это нормально? Или они сами себя избирают? Я считаю, что это надо. И это определение, несмотря на его как бы жесткость, оно во многом правильно. И в том-то вся и штука, что Натаньяу, благодаря своим способностям, благодаря своим просто феноменальным политическим и другим талантам, он Израиль действительно из состояния банановой республики вытаскивал, вот буквально как Барон Хаузен, себя за волосы. То есть вопреки всем законам физики. И в течение 12 лет, пока он был премьер-министром, несмотря на все ограничения, несмотря на то, что ему, так сказать, на каждом ушабу ставили палки в колеса, он всё-таки Израиль вытащил на уровень региональной державы. В тех областях, в которых степени свободы у него не были перекрыты совсем. Например, экономическое, например, военный потенциал, связи с нашими соседями. Потом пришёл Трамп благословенный, и мы видели, вот это закончилось четырьмя фантастическими мирными договорами, которые работают до сих пор. И люди даже не осознают, что это сказка, которая стала былью, и ещё пять лет назад это казалось абсолютно невозможным. Но да, к сожалению, в Израиле очень сильны вот эти реакционные силы, эти элиты, которые как бы… Им удобнее, чтобы Израиль был банановой республикой. И, конечно, внешних врагов у Израиля тоже хватает, интересанных. И сейчас, когда они сумели сожрать Натаньяу, как главного врага, не то, что он правый, не то, что он там какие-то недостатки, у него недостаточно левый, недостаточно правый, он просто в силу того, кем он является, он мешал им делать из Израиля банановую республику. Сегодня мы, безусловно, гораздо ближе к банановой республике, чем к свободному государству. Ну, то же самое можно сказать и о нашей истории недавней, когда начальник генерального штаба, так сказать, саботировал решение президента о выводе войск. Это было бы нереально просто. Раньше мы как бы в голову не могло прийти, что такое может произойти. Но, увы, сегодня, когда и в Америке, и в Израиле неомарксисты пытаются сожрать изнутри систему, и у них в руках мощные рычаги, мы об этом много раз говорили, не будем сейчас отвлекаться, они действительно создают ситуации невероятные с точки зрения тех людей, которые еще помнят, как должно быть. Добрый день, пожалуйста. Приглушите радиоприемник. Да, да, я сейчас сделаю, я прошу прощения сейчас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот, я понимаю, что передача не такая большая. Во-первых, спасибо вам огромное за вашей передачи. А скажите, вот как вы видите самый худший вариант возможный вот в этой ситуации с Ираном? То есть, ну, все пойдет, допустим, по плану, по тому, как вот строят Лапит, и какой самое худшее, что может произойти и как далеко от этого и как близко к этой ситуации. Очень коротко, пожалуйста. Если вы хотите, я буду рад. Ну, попробуй, если бы очень коротко, потому что это правда, что это правда, что главное, что главное, что главное, что главное для нас, это то, что Иран бросит на нас ядерную бомбу. Безусловно, такая опасность есть, но гораздо большей опасностью является потенциал возможно сбросить такую бомбу. То есть тот момент, когда урана появляется бомба, то любой Хамас, любая Хизбалла, любой мелкий террорист обращается в стратегическую угрозу, потому что Хамас начинает обстреливать телевизм ракетами, Иран говорит, только посмейте им ответить, и мы бросим на вас бомбу. И премьер-министр, у которого, так сказать, не такие крепкие нервы, например, как у Натаньяо, типа нынешние, они уже не бросают. И таким образом фактор сдерживания Израиля будет сведен к нулю. Именно это та реальная опасность, которую я вижу сейчас, и то, к чему это идет. То есть Иран станет ядерным пороговым государством, и Израиль начнет быстро сдавать все свои стратегические интересы, в том числе иудею и Самарию, потому что делать-то больше нечего, иначе ядерная война, и все погибнут. И вот под эту угрозу действительно Израиль пойдет на очень серьезные уступки. А дальше, когда слетаешь в пропасть, то не очень понятно, что будет дальше. Хорошо. А скажите, что это за история с самолетом премьер-министра, который стоит на приколе? Да. Эта история, на самом деле, она как бы кажется с одной стороны мелкой. Ну, какой мелкой? Речь идет о сотнях миллионах шекелей, то есть, в общем-то, тех же сотнях миллионов долларов. Но по большому счету она настолько показательна, что я решил, что действительно было бы полезно сегодня рассказать ее, просто для того, чтобы понять, как это вот в Израиле все работает. Как правило, в первые шесть месяцев пребывания у власти глава государства в Израиле совершает не менее 15 поездок по миру. Но вот правительственный самолет Крылос Иоанна, в создание которого специально для этих целей было вложено 650 миллионов шекелей, то есть, считайте, 150, даже больше, больше 200 с чем-то миллионов долларов, стоит на приколе в ангаре, в аэропорту имени Бангуреона, без дела. Министр иностранных дел Лапит без какого-либо логического оправдания своего решения наложил вето на его использование. Поэтому все колоссальные вложения теперь пошли на смартфон. Хуже того, это ежегодно обходится налогоплательщикам израильским еще по крайней мере в 25 миллионов шекелей за аренду самолетов или приобретение билетов первого класса у компании «Ляль» для поезда государственного лидера и его свитли. А еще к этому следует добавить и труднооценимый ущерб от демонстрации национального унижения. Страны посылают за нашими избранными должностными лицами свои самолеты. А потом следуют неловкие церемонии. С одной стороны красная ковровая дорожка, с другой стороны пассажир с чемоданами и сумками. У него нет своего самолета. Но прежде всего это, конечно, нарушение безопасности, потому что премьер-министр оказывается во время полета вне зоны доступа. И рекомендация комиссии Гольберга это такой государственный институт, консультирующий по вопросам назначения высших должностных лиц. Его возглавляет обычно судья Верховного суда, по имени которого так и называется комиссия, комиссия, вот сейчас комиссия Гольберга, и все остальные профессионалы, они все были однозначны в своем мнении. Премьер-министр необходим свой собственный самолет. Но лапидно стоял, Беннет не возражал. И совершенно излишние расходы наших средств нарастают, как снежный ком. Вот Беннет сегодня полетел в Сочи. И буквально, как специально мы видели, ну очень неловко они себя вели, они совершенно не понимают этикеты, они, так сказать, на фоне Путина выглядели просто как Беннет и сопровождающего Элькин, как колхозник и колхозница, которые притащились навстречу с каким-то, так сказать, дипломатом. То есть Путин протягивает руку, Беннет в это время своим задом вертит, потому что он о чем-то с Элькином разговаривает. А у Элькина вот этот самый пресловутый пакет в руках. То есть навстречу с Путином ты идешь, и ты с каким-то пакетом в руках, который там что-то купил в магазине или в Дью-Ти-Фи, я даже не понимаю. Но вот они полетели сейчас с точки. Потом у Беннета будет поездка в Глаз, потом в Абу-Даби, потом в Нью-Дели. Беннет уже был в Соединенных Штатах дважды, еще раз в Египте один раз, а Лапид уже побывал в Марокко и в Дубае. И все эти рейсы, ну, в общем-то, они были государственными поездками. Нельзя сказать, что они все были бессмысленны. То есть по большому счету, я, конечно, не возлагаю никаких надежд ни на Беннета и Нью-Даби, я понимаю, что все их поездки это просто, чтобы показать, что мы, мы у них хуже, чем Натаньял. Но пусть они лидеры страны, они должны ездить по разным, встречаться с разными лидерами, но каждый раз это обходится нам, израильтянам, в миллионы шекелей за аренду самолетов у компании «Ляль». А правительственный самолет Крылова Сиона простаивает в ангаре, потому что они решили не пользоваться самолетом, который в свое время сделал Натаньял. Зачем выбрасывать две трети миллиарда шекелей в мусорную корызину? На этот вопрос ни один человек в Израиле дать толковый ответ не может. И, как я уже сказал, в этом квинтэссенции, как бы вот в этом маленьком, как в флешактале, в этой маленькой, глупой, безумно глупой ситуации вся вот наша трагедия нынешнего правительства. Они не только против Натаньяла, они не только страшные неумехи, они не только, там куча левых и просто откровенные арабы, которые враги государства Израиля, и они разваливают наше государство. Даже когда они не хотят его развалить, они это делают просто потому, что они какие-то нелепые клоуны во всем, в каждом своем шаге. И это, конечно, ужасно грустно и ужасно печально. И это будет стоить нам безумных усилий выкарабкиваться потом и возвращать все то, что они сейчас напортали. И еще два вопроса, которые хотелось бы осветить, но не знаю, насколько у нас хватит времени, у нас минут шесть осталось. Это партия Беннета подстрекает против Нитаньяху вместе с левыми и Димаш Юлика Эдельштейна. Да, да. К сожалению, это, кстати, вот эти тоже события, которые я постараюсь уложиться в шесть минут. Видите, вплоть до вот этой вот прошедшей, закончившейся недели, до живых обвинений Нитаньяла в подстрекательстве против Рабина опускались из штамма лицемерной подлой левой. То есть речь идет о том, что Нитаньяла упрекают в том, что он подстрекал к убийству Рабина, чего, конечно же, не было. Я свидетель, я был на всех этих демонстрациях, я прекрасно помню, как Нитаньял, будучи лидером национального лагеря и лидером оппозиции, постоянно повторял, что у нас с Рабином серьезнейшие расхождения, мы считаем, что он ведет страну в пропасть, но нельзя ни в коем случае рассматривать его как врага или пособник арабов. Ну, в общем-то, он был, то, что называется, вел себя как государственный деятель. Понятно, что другие политики и другие активисты позволяли себе гораздо более жесткие высказывать, но Нитаньяла никогда. И поэтому лишь самые откровенные и лицемерные и подлые левые всегда говорили, что вот этот Нитаньял подстрекал и вот Рабина убили. Но на этой неделе в Израиле праздновали, праздновали слово, может, не очень подходящее, но это именно празднование, устраивает празднование убийства Рабина. Празднование в том смысле, что из этого устраивает фестиваль ненависти по отношению к правым, фестиваль ненависти по отношению, так сказать, ко всем, кто не разделяет идеи и не поддерживает мирный процесс. И что самое как бы протестное, комичное и тоже велимое трагическое, что на этот раз в этом фестивале активно принимали участие вот эти вот ренегаты, перебежчики из правого лагеря. Ну, про людей, Либермана я уже не говорю, там как бы ставить печать не было, они давно, давно и со смаком предают правый лагерь, но представители Сара тоже как бы там говорить не о чем, но Ямина, представители Ямины как бы они пытаются делать вид, что выбора же не было, мы пошли с левыми, потому что выбора не было, и вот мы тут и на этот раз как бы все маски слетели. Представительница партии Ямина, то есть партии Беннета заявила о том, что написала в своем твиттере о том, что Натаньял подстрекал к убийству Рабин. Понятно, что она родилась в 89-м году, то есть когда все это происходило, и было там 5-6 лет, она ничего не знает, она просто повторяет как попугай левую пропаганду. Но то, что это озвучило уже не какие-то отморозки левые, а то, что это озвучили как бы формально представители правой партии, называющей себя Ямина, звучит это, конечно, очень и очень горько, и я для себя как бы решил, что это некая красная черта, которая уже как бы люди Ямины и те, кто поддерживает эту партию сегодня, они для меня перешли черту. То есть это люди, для которых я лично руки им больше никогда не подам. То есть нет возможности вернуть эту ситуацию. Они для меня являются людьми вне консенсуса. и вот это может быть как бы кажется какая-то формальность, ну сказала, ну брябку. Это настолько попьет, настолько как бы ужасно, что говорить не о чем. И по поводу Эдельштейна, если у нас осталось еще минуточка или две, Эдельштейн заявил, что он будет бороться за место главы Ликуда. В принципе, желание Эдельштейна побороться за место главы Ликуда, по сути, за место лидера национального лагеря, оно правомерно абсолютно, почему бы и нет. И понятно. И более того, в отличие как бы от других партий, то, что у Натаньяу есть конкуренты, как раз и показывает, что Ликуд это не тоталитарная партия вроде партии Беннета или Лапида или Либермана, которые заточены исключительно под своего главаря, а это живое объемное движение. Там есть люди, которые хотят тоже заменить и они открыто бросают вызов в голове своей партии. Но вместе с этим посыл, в который Эдельштейн оплачил свое стремление бросить Натаньяу вызов, он настолько чудовищен в своей беспринципной предательской моральности, что я как бы не мог пройти мимо и не мог не заметить этого. Натаньяу больше не может победить, утверждает Эдельштейн. И при этом он как бы апеллирует к тому, что израильские левые отрицатели права евреев на свое национальное государство, то есть наши как бы арабские депутаты и братья-мусульмане, которые в правительстве, и американские прогрессисты и прочие недруги Израиля объединились против Натаньяу как самого эффективного и потому опасного для них еврейского лидера. То есть а теперь еще и Эдельштейн говорит, ну да, вот Натаньяу как бы он вне закона, потому что вот они все против него, и мы не сможем ничего с ним сделать. Иначе говоря, Эдельштейн априори признает победу врагов именно не политических конкурентов, а врагов Израиля, добивающихся устранения самого сильного из еврейских национальных лидеров и призывает пойти на уступку, то есть принять его вместо нежелательного для наших врагов Натаньяу. То есть раз наши враги сильны и они не хотят Натаньяу, давайте выберем меня. А дальше Эдельштейн говорит еще более ужасную вещь. Он говорит, в Теннессе эти 72 правых депутата правительство, говоря со мной, можно было бы создать уже сейчас. Но кого он называет правыми помимо вот 56 представителей национального лагеря, тех, которые в оппозиции? Вот эту шайку коллаборционистов, этого Бенета с его компанией, Гидона Сара с его компанией, непривиди господи, Либермана с его бандой, которые позволили создать самое антиосионистское правительство в истории страны и которые стремительно перекраивают наше национальное государство, государство всех его граждан, так называемое. Первое палестино-израильское правительство, как откровенно назвал его, Ахмед Тиби. Если Эдельштейн видит в этих людях своих союзников, то для меня представителя центра партии Ликуда он точно не союзник и не видит. Я могу сказать, что я действительно и до этого не стал бы поддерживать Эдельштейна, потому что я сторонник Натаньяла. Но после этого Эдельштейн стал для меня, пожалуй, самым нежелательным потенциальным лидером Ликуда. И заканчивая, я хочу сказать, что сегодня я в виде вопроса, внутренний вопрос Ликуда, Эдельштейн там даже не в 12 первых. То есть этим своим выходом на сцену и вот таким вот... Если бы он вышел и сказал, я хочу бороться за первое место, все бы сказали, молодец, давай поборись, посмотрим, чего ты стоишь. Когда ты выходишь и говоришь, потому что Натаньяла проиграл, потому что я могу взять обратно ренегатов, предателей и привезти их в национальный лагерь, да не хочу я, чтобы ты приводил в национальный лагерь ренегатов. Не хочу, чтобы ты играл вместе с ними против Натаньяла. И поэтому сегодня Эдельштейн даже не в первых 12 номерах на внутренних как бы праймеризм неофициальных, которые были сегодня опросы проведены Ликудом. Ну, а то, что и как, наверное, уже поговорим в следующий раз. Александр, огромное спасибо, как всегда, очень много информации интересной и до встречи в следующий раз.